Сейчас он задавит! У тебя сейчас машина задавит! Давай попозже, мы видос снимаем. А мы как бы взялись. Э, я слышу что ли? Стой! Да, я сюда поставлю. Опа, показал. Снимаем, на хрена. Кто тебя бить-то будет? Глупый что ли? У тебя претензия какая-то или что? А как ты? Ты аргументируй, ты можешь? Да, я тебе хочу, чтобы ты закрыл свой канал. Давай. Стой, 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 стой. Может ты уйдешь домой к родителям, слышишь? Что ты? Тупанул? Да и блин. Стой, стой, стой. Ты нахер, руки распускаешь. Что, Мак? Ты что делаешь-то? Новый телефон не покупай. Отвали от меня. Телефон новый не покупай. Отвали от меня. Держи, гнущийся. Изогнут экран. Что ты мне удаешь? Новый отдавай. Ребят, всем привет. Думаю, по начальной нарезке, а также по названию ролика вы уже поняли, о чем будет сегодняшний видос. Сразу хочу сказать, что весь день пошел не по плану, включая и это событие. Школьник, который будет присутствовать на протяжении всего этого ролика, оказался очень неадекватным, очень наглым. Вообще не видел никаких рамок, никаких границ. То есть он слишком многое себе позволял. Я думаю, что многие блогеры проходили через такие вот ситуации, когда кто-то пытается как-то на них хайпануть, как-то их задеть, как-то их оскорбить публично. И, в общем-то, возможно, я был неправ в том, что я так себя повел. Но прежде чем винить меня и защищать этого школьника, советую досмотреть вам это видео до самого конца. Думаю, концовка ролика вас очень сильно удивит, потому что меня самого удивил мой поступок. Несмотря на то, что я был просто очень сильно зол. При начале видоса подпишитесь на канал, поставьте лайк, набираем 40 тысяч лайков и выходит продолжение. Желаю вам приятного просмотра. Ребят, короче, мы уже рядом с домом Макса. Сейчас думаем все-таки его наведать. Не знаем, в ком сейчас будет настроение, но вроде как, когда займутся ли фон, он был такой достаточно бодрый, хоть и немного расстроенный после всех этих событий. Короче, сейчас мы доедем, узнаем, что идет дальнейшие планы, потому что у него не осталось ни друзей, ни кого. Ни друзей, никого, короче, не осталось. Сейчас вам задают. У тебя сейчас машина задают, что ты хочешь? А мы на сфоткаться. Сейчас задают. Давай попозже, мы видос снимаем, видишь? Он меня сбил, что говорил. А, короче, у Макса же нет ни друзей, никого, то есть даже с батей сейчас какие-то вот такие проблемы, напряженные отношения. Поэтому мы сейчас хотим самим навестить, чтобы он не думал и не чувствовал себя каким-то вообще брошенным. Потому что если и мы перестанемся вдруг резко общаться и интересоваться его жизнью, то он реально будет чувствовать себя каким-то отчужденным и никому не нужным. Вот. А мы как бы взялись... Эй, слышу, что ли? Стой! Он здесь снежок кинул. Здесь снежок, это ладно. На, проучим? А что ты его проводишь? Так как? А хера он бежит? А тут машину буксует, я не могу его догнать. Ну, стой, ты его сейчас сшибешь, я-то. Не сшибешь. Там, бля... А там все, да, там тачка перекрыта, там перекрыта. Там вон варшин. Да, я сюда поставлю. Он факт показал. А мы его в парке-то найдем? А вон он, старик, стоит с телефоном. Людей что-то много. Ну, пофер, может, не драться будет. Не, я тебе просто говорю, что, типа, может, там елки такие. Ребят, знаете, какой на данный момент сейчас курс биткоина? 39 756 долларов. А знаете, какой он был в сентябре? 10 тысяч долларов. А в марте вообще 5 тысяч долларов. Сами посмотрите просто вот на этот вот график, как он поднимался. Суть в том, что на таких скачках валюты можно очень неплохо заработать, купив ее по низу рынка и потом продав поверху рынка. И в этом вам может помочь очень крутая компания Avalon. Я думаю, вы уже от меня миллион раз про нее слышали, потому что я с ней работаю уже более полугода. Гораздо больше. Наверное, скоро будет год я с ним работаю. И суть в том, что там вы регистрируетесь, создаете депозит от 100 рублей и дальше зарабатываете в размере 1,3% ежедневно. Ребят, на данный момент у меня уже 193 тысячи рублей. Учитывая, что начинал я с малого. Сами, думаю, помните. Сейчас я сделаю вклад на 14 дней и внесу 100 тысяч. 100 тысяч. А в итоге на выходе я получаю 120 тысяч, практически 121 тысяч. Из них 20 тысяч чистой прибыли. Создаю депозит. Депозит успешно создан. Все, теперь ожидаю. Ребят, ссылку на компанию Avalon я укажу в описании под роликом. Переходите, регистрируйтесь, вносите депозит от 100 рублей и начинайте зарабатывать вместе со мной. Ну не беги, не беги, что ты? Ты что, ты убегаешь-то? Давай, поговорим. Сфоткаться хотел? Давай, сфоткаемся. Че? Че? Че ты нахуй? Че? Ты что, больной, что ли? Ты угораешь, ты же сфоткаться хотел. Бля, ты знаешь, что ты как пидж снимаешь, нахуй. Че? Блядь. Почему? Ты же сфоткаться хотел. А я-то как пидж, там, на Mercedes-Benz и нахуй. В общем, как пидж. Вы емышь, типа, да? Почему? Ты что, несешь? Что делаешь? Снимаю. Нахрена. Ты с меня ударишь, что я. Кто тебя бить-то будет, ты дурак? Зачем тебя трогать, вообще, буду? Ну, ты, конечно, подойдешь, от тебя не егубляет. Подойдешь, что вы ебешь, нахуй. Зачем? Ты хоть раз замечал за мной такое, что ты так делал? Я должна тебя слишком кинул. И че? И че? Че, он тебя бить, что ли, забрался? Ну, был раз хотели подойти. Говорит. Ты реально как баба, нахуй, взял, бля. Че как баба? Я сейчас сфоткаться, хотя, нахуй, ты взял окно, закрыл, нахуй. Я тебе сказал, что сейчас мы доснимем и сфоткаемся, и у тебя чуть грузовик не переехал. Ну, я сейчас хотел. Ну, ты прям на дороге подошел. Подождал бы, и все. Ты прям по дороге подошел, понимаешь? Где машина есть. Нахера ты сейчас снимаешь? Нахера ты пытаешься как-то меня оскорбить? Потому что ты пидор. Ну, аргументируй. Потому что ты пидор. Снимаешь как пидор, все как пидор. А зачем, дать, тебе со мной фотка нужна? Ну, да. Что, показать, это что-то пидор? Ой, ладно, пошел нахер. Пойдем. Пойдем, да? Какой-то залуп. Пойдем. Неадекватный. Ты глупый, что ли? Он какой-то, я слышу, ненормальный. Он ржет над этим. Он больной, митит. А бывает такие, ребята? Делаюсь так никогда. Да бывает. Самое главное? Реально, то есть мы сюда шли, чтобы просто поугарать. То есть по-быстрому. Ну, и чисто здесь сделать небольшую перебивку. Где видос, чтобы не совсем уже грустный взрослый был про Макса. Ну, и чисто поржать тут. Но он оказался супер неадекватный. Я такого вообще не ожидал. Ну, что ты делаешь-то? Ну, подойди поближе. Идем. Давай, сблизи кидай, а то так не попадаешь. Скину. Да? Скину. Да? Да. Да? Да. А что, довольный ты такой? Совсем докажу, что ты видишь. У тебя претензия какая-то или что? А как ты? Одно слово, что ты так знаешь. Ты аргументируй, ты можешь? Какая у тебя претензия? Ну, хочу, чтобы ты закрыл свой канал. Зачем? Не снимал всякую хуйню. Почему? Ну, потому что ты всякую хуйню снимаешь там, блядь. А тебе какая разница, что я снимаю? Всем есть разница. У тебя какая разница? Заходи на канал, все. А ты не сам попадаешься там. Не скрой, там ездишь. У тебя там есть другие попадаются тоже. У нас есть квас против тебя. Что? У нас есть квас против тебя, они все просят, чтобы тебя. Что, чтобы меня? Не важно. Да, короче, ребят, ну, он реально супер не от кого. Сами здесь. Ага. Он слишком четкий гайбиш. Сука, это главный первый случай, помнишь, такие часто попадают. Ну да, ну. Чего, что они этим хотят добиться? Изначально сфоткаться? Чего? Чего, блядь. Чего ты хочешь? Чего ты хочешь? Я хайпану, у тебя деньги заработаю, а ты выше, ниже не понимаешь. Деньги заработаешь. Снимай видео, блядь, на тебе там. Знаешь, как ты просматрешь, что ты наберешь, ебать? Что за видео? Какой-то видео ты с ним? Что это херню? Да, типа. Чего ты, на? Что делаешь-то? Ты что делаешь? Давай, на. Один, один, нибудь. Чего ты, на? Может, ты уйдешь домой к родителям, слышишь? Чего ты, на? Ты дурак? Ты на нос попал, чувак. Чего хочешь? Чего ты хочешь? Упануся. Чего ты? Упанул? Чего ты, на? Дай, блин. Стой, стой, стой. Дай, на. Дай, блин. Стой, стой. Фон отдал. Стой, ребят. Ты просто... Попадатель тут телефона, конченный просто. Ты дурак, что ли? Ты дурачок? Ты хочешь? Ты дурачок? А дай ему телефон. Ну, нехер было снимать все подряд. Ты дурачок, скажи? А, дарождь, стой, ты че? Да что ты говоришь? Смотрите, ребят. Просто обезьяна бешеная. Че? Я тебе контент делаю. Снимешь видос, потом. Че ты кулаками смажешь? Че ты кулаками смажешь? Смотрите, ребят, просто какая-то обезьяна, спустившаяся. Спальня мы тут, че-то, прыгает, пытается ударить меня рукой. Отдай, Арильце, говорю, дай. Че, отдай-то? Извиняйся. Ты дурачок, да? Че ты меня толкал? Ты мне сейчас локтем в нос попал. Че? Давай, сейчас я это выложу. Станешь денитостью. Давай, давай, давай. Че, давай. Че? А тебе нужны эти телефон вообще? Ты им пользоваться хоть умеешь? Умею. Да? Обычный обезьян не умеет пользоваться телефоном. Че ты на меня смотришь? Извиняйся. Ты, ты, идиот, блядь. Ты глупый, что ли? Ты глупый? Я вообще камеру сейчас нахожу. Ты вечера руки распускаешь? Ебать, ты че, Макс? Ты че делаешь-то? На, блядь, свой телефон. Зачем телефон ты разбил? Как новенький нахер. Ебать. Держи, пользуйся на здоровье. Ты долбаёв? Давай, пошли. Да стой, а зачем ты телефон-то разбил? Че, Макс, сейчас скажу, ебать. Меня это ебёшь, что ли? Я хербануто, что ли, блядь. Да уйди, что ли ты? Я скажу, ебать. Блядь, ты сам. Лес, отойди, шо ли ты? Не, зачем ты телефон-то разбил? Ты че, издеваешь-то? На его стороне, что ли? Да я не на его стороне, просто зачем телефон разбил? Он шо? Потому что че он делает? Он дра... Он локтем ударил в лицо, исполнял, сдраться, снимал. Че мне еще делал? Ну выкинул просто его вон. Какой задел? Насчет чего? Ты сейчас, блядь, посадит, нахуй. Он на камеру заснял, к тебе локтям в нос попал. Че ты еще хочешь? Пошли сейчас, короче, все, отнюхуй. Все, да. Ты понимаешь? Да, да, дай посмотри, сейчас я вообще не усмотри. Да ты ебану ты че, блядь! Блядь. Пошли. Ты че, блядь, перегнул-то? Почему я перегнулся? Иди, нахуй, новый мне телефон ебать, покупай. Че ты нахуй? Да что ты, блядь, говори? Куда ты уходишь? Новый телефон мне покупай. Отвали от меня. Телефон, Олни, сейчас покупай. Отвали от меня. Давай, либо ты мне новый телефон уже покупай. Ты че, ты какой исход событий ожидал? То, что мы сейчас с тобой сфоткаемся и вместе идошли за силимом, где ты пытаешься как-то оскорбить. Пошел нахер. Пошли, стопит его. Прям плачет. Какой тельма плачет? Мне телефоны нахер. Скажи, манки, что вы. Ладно, не буду. Куда, блядь, с этой обезьяне? Че, блядь, позвоню, манки, нахуй. Попробуй с разбитым экраном, подойду, нахуй. Да, да, попробуй позвонить с разбитым телефоном. Спрошу у кого-нибудь. Да, да, давай. Я уже от тебя не уйду. Да, отвали от меня. Я сейчас машину разобью, ясно? Если мне новый телефон не купишь? Я тебя сейчас добью. Че ты его добьешь? Если ты мне новый телефон сейчас не купишь, ебать. Что это происходит? Да все, Макс, пойдем, блядь. Отдай, отдай. Да ебану ты че. Ты тупо ебан? Ну и бай, так и с этой мерцей. Ты понимаешь? Блядь, ну это очень жестко. На, гнущий телефон, видел когда-нибудь? Ты ебанутый? Держи, гнущийся, изогнутый экран. Че ты мне его даешь, нахуй? Новый отдавай. Ну это очень жестко. Почему? Да ты телефон реально раскидал, ты видел? Он вообще все его даже не сделает. Он мертвый, нахуй. Ребят, хочу вас пригласить в свою банду в GTA на самом сервере, на котором я играю. Я играю на пятом сервере. И да, реально хочу, чтобы мои подписчики были в моей банде, чтобы устраивать войны между группировками. Сейчас я езжу на BMW X5M. На красном вы сможете найти меня в игре именно по ней. Как видите, там мы также сжигаем тачки, также у нас там своя банда и также там все тот же Макс Ващенко. Только в отличие от реальной жизни, в игре мы можем создать с вами вместе огромную группировку. Да, в этой игре можно стать кем угодно, начинать от бомжа, становитесь там полицейскими, строителями, таксистами. Нам это вообще не интересно, нам это не нужно. Нам нужно создать огромную-огромную группировку, чтобы просто захватить весь сервер. Плюсом игры является то, что в нее играть можно на телефоне, то есть вы можете играть вообще с любой точки, в любое время. Игра абсолютно бесплатная, поэтому вообще ни за что не парьтесь, я думаю, что это будет очень круто, поэтому переходите по ссылке, которая указана в описании под роликом, регистрируйтесь, вводите мой промокод при регистрации, который сейчас у вас на экране, Ващенко, вы получите уже начальный бомж, благодаря которому вы сможете легче начать игру. Че там бубнишься? Бля, ну, 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 что, блядь, науку телефонный можешь купить какую-нибудь. Да что ты говоришь? Блин, ну, че я теперь мамке-то скажу, он мне пизды даст. И че? Ну, мы ж тебе не дали зато. Да, у мамы и так маленькая зарплата, он нереально, блин. А че, и че ты, он на жалость тупо начал дарить? Да понятно, но телефон, я просто, не знаю даже. А нахера ты лес вообще? Дай ему сейчас машину сядь в дверь, блин. Подожди. Блядь. Че ты говоришь, то что я не прав? Да нет, телефон нахера был разбивать. А че мне кинул, он не можно разбивать? Нет, накинул бы в сугроб, что он его искал бы и все. Какая разница, это шестерка или какой-то там он все? Да, он в чехле, в чехле снег же, он же, если долго поставить лежать, он не особо там, объем воды большой. От снега бы ничего не было. А он бы его просто нашел бы и все. У меня жопа прям горит от него. Да просто хер его знает, потому что не реально телефон единственный. А нахера было так вот лезть, что-то там снимать, пытаться как тунись, оскорбить, толкал меня на камеру, он у тебя в нос попал. У тебя даже эти, мне кажется, даже все вообще, кто посмотрит видос, захейтит за то, что ты телефон разбил. Но сам подумай, он бы, конечно, так что-то выкладывать. Ну, ты же еще дальше продолжался, собрался снимать, ты что, не будешь выкладывать и разведался? Ну это сейчас. Или ты хочешь срезать? Ну сейчас вырубить, не будем это выкладывать, все, сейчас раз смакну. А тут уже знаешь, сколько минут видоса заснялось? Я по любому на той месте выложил. Да, как разбиваю школьнику, да, айфон. Ну, по крайней мере... Знаешь, типа, мне бы не жалко было бы купить, там, реально, какому-то чуваку из бедной семьи, ну, когда вот так вот, такой чувак, который просто, ну, типа, что за отношение такое? То есть он мне сейчас чмырил, пытался как-то унизить, оскорбить за 7-то камер, самим друзьям, тонер показать, поржать, толкал меня, а я должен ему новый телефон покупать. Но ты его тоже на камеру заснял, его бы, ты бы вот этот кусок мог, фрагмент видос вставить, и все бы его так же, посмотри, какой он такой, типа, как он себя вел, и, возможно, кто-то его и знакомых, которые его видели, так же бы, ну, вот ему и было наказание, ему он стыдно, может, было. Потому что телефон это сбросит, вообще жесть. Садись, машина, хоть отремонтируем, что ли, его? Садись, садись, садись. Что, на ремонт отвезёмся? Мобил. Ну, хотя он изогнулся весь, да, там, а что-то успокоился? Ну, нахера ты себя так вёл? Хотел хайпануть. Хайпануть, а по-хорошему никак не было хайпануть. Блядь, взял бы что-то хорошее, полезное. Нахера, вот это огрехи, что ведь мы хотел доказать? Поехали, сейчас доедем. Доктор Банка, я тебе заплачу за этот телефон. Что это за 6С шестёрк? Шестёрка. Шестёрка, тем более. Долго она у тебя? Два года. Два года? Ну, джила своё. Девозможно, бы ещё и шестёрка, то да, шестёрка, тыс, наверное. Я не знаю, мне кажется, вообще не стоит. Здесь тыс, даже не стоит сейчас, да. Тыс 6, может? Может, сейчас заедем? Новую-то её не купить уже. Ну, да. Что, ты снимался? Конец, конец. Что? Конкретно, конец, и всё. Ну, конец, конечно, и вон согнутый. Ну, ты можешь и по кассинку вынимать, потому что сейчас мы тебе деньги возместим с неё, телефона заберу с материалом, чтобы ты потом там никак не мудрился что-то перекинуть. Ну да. Ну да, видос, наверное, лучше не укладывать с ТВ. Как так ты сначала сфоткаться хотела, а потом говно у тебя плелось? Как-то там сфоткаться хотела. Да? Ипануть хотел. Просмотрит. Молодец. Конечно, набран будто. Чё, тебе канал шли свой или чё? Если там хрена нет, пичка вообще ни одного даже. А, ну, то есть ты типа таким способом решил, да, хоть сколько-то набрать. Ничего, стал он того, хайп твой, попытка, точнее, хребануть. Нет. Просто испортил всем настроение, себе и нам. И видос так и не вытратил. Можете туда шли, то не изначально, не из-за снежка с тобой там дураться или чё-то. Просто хотели тоже угарнуть, немного заснять, то, что спросили, о чем ты это сделал и всё, и дальше к своим делам поехать. Никто не собернулся, чтобы даже конфликтовать. Да, ты начал оскорблять. Матом сразу. Ну, что, доедем, короче, до Сбербанка, я эти всё размещу и всё, иди в своей дороге. Сейчас, пошёл отца, снимайся, я сейчас снимаю, пока присматриваюсь за ним. Чё, доволен съёмкой-то? Как вот доволен, блядь, чё-то. Ну, ты реально по-тупому сделал. Чё ты, вообще, ты чё начал драться, в агрессию пошёл? А если другие чуваки были какие-нибудь? Ты думаешь, в ответ не вшатали бы за такое поведение? Это тебе повезло, что телефон только разбили, то сейчас тебе его купят. Ты просто себя подставляешь, его подставляешь, всех подставляешь, оттолкнуть? Ну, бля, я словами, он, блядь, а он... Ты словами? Ты на него кидался с кулаками? Какими словами? Ты чё, угораешь, что ли? Бля, ну я его прям не так сильно... Да ты его прям бить пытался. Я тебе говорю, это любой другой человек бы тебя уже вшатал. Без разницы, что ты школьник, он бы тебя ударил в ответ. Ты, если хочешь хайпануть на каком-то... Но ты бы что-нибудь более глобально, что ли, придумывал такое, что не навредит бы ни тебе, ни никому. Много вообще чего другого снять. А то, что ты на этом хайпануть хотел, ты бы даже не факт, что на этом хайпанул. Типа хайпанул бы, типа... Ну как, ты говоришь, что у тебя канал пустой, не факт, что вообще у тебя чего нет. Ну, с подним роликом можно подняться тоже. Я думаю, тебя бы лояльно бы не встретили. Никто бы на тебя, может быть, даже не подписывался за такое. А подписчики бы нашли бы тебя потом бы, и мало ли что было. Нашли бы и наказали за это так же, по-своему. И ничего бы хорошего не было. Чё, я думаю, десятки хватит, как раз, то есть, на просчете. А где я куплю такой тебе? Сейчас вот хуй, где я такой купюш, блин. Я не знаю. Ну, я тебе запасом даю, то что, по-любому, шестерка тоже десятку не стоит. Десятку, да, не стоит. Она пятак стоит шесть, может, не знаю. У меня времени нет нигде ездить покупать. У меня... Нихера ты занято, а время, наше время тратить, там что-то снимать, бегать. Я с школы ушел. Да, бери десятку, всё. Куда доехать? Можно доехать до Егора, до друга Кирилла. У айфон, что-то подает. Ну, ближайшее время место, да. Ближайшее место здесь. А что ты думаешь, не шестерка, может быть? Я не знаю. У меня же в принципе есть, да? Да, вроде есть. Ну, пойдем посмотрим. Ну, тут ближайшее место. Может, реально... Если тут не будет, то я уже не поеду искать. Может, ты найдешь реально дешевле, чем даже, ну, дешевле, чем десятка. Ну, то есть, ты в курсе, да? Я сейчас нахожу за 6 тысяч, допустим, телефон, то я покупаю за 6, я тебе 4 сверху не дам. Тебе устраивает? Не знаю. Ну, чтобы он был прав, точно-точно такой же. Ну, будет, да, такой же. А дайте телефон-то. У меня придется, главное. Ты не боишься, что аккумулятор долбанет? Нет. Так, как она там не в этом все. Здорово, здорово. 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 Что, как он зрелишь, ли я видел? У нас тут, короче, шестерка немного сломалась. Ой. А, она даже работает? Да. Ну, что, можно попробовать починить. Серьезно? Не, ну, починить-то можно, по сути. Да, и что? Да, там ремонт, мне кажется, дороже будет, чем сам сам сам. Просто смысла нет. Демар, мне кажется, полно. Да, продай там точно такой же, пожалуйста. А где его взять? Вот шестерка, их нет уже давным-давно. Серьезно? А бушка-то... Не, ну, типа бушка есть на вид, но она будет паяна, она будет восстановлена, и, по сути, это то же самое, что это починить. Если рассматривать покупку бушки, то это, наверное, ну, целесообразно от XR рассматривать и вышло. То есть, чтоб не было. Так, а идея по исходе была? Короче, нет. Да нет, ну, а где ее, опять-таки? Она уже очень давно вышла из строя. И сняли с производства. Ну, ладно. Отчаянно вышла? Не, ну... И что? Семерку, восьмерку. Ну, хотя семерку тоже не найдешь. А у тебя что из бушек есть? Ситуация, типа, это, я не знаю, там, хейтер, не хейтер. Короче, чувак просто начал мне снимать и унижать на камеру, типа, оскорблять, там, что-то толкать меня в снег, что-то меня пихать, локтем мне в нос ударил. И я, короче, ему телефон об колен. Вот это? Да. И ты им хоть другую не сгорел. Ну, такой же телефон пришли не купить. Ну, как бы такой себе. Ну, он школьник просто, блин, понимаешь? Как ты стрел. Ты просто, что-то он меня провоцировал. Нет, ну, блин, это как бы чужая, собственно, чужая телефон. Я думаю, он и сгорел. Ну, она тоже будет либо войной, либо восстановленной. Ну, что-то мне придешь купить на дорогой телефон, при том, что он так ко мне относится. Нет, ну, просто, я не знаю, смотри сам. Мари, заеланный. Ну, как, пофиг, конечно, но просто сама суть, что-то. Ну, просто, если телефон, это начинает XR, то есть... Они стоят сколько? А сколько стоят? Дорого стоят, если бы ушку рассматривать. Можно взять XS. 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 Смотри, бюджет какой. 10 тысяч. Нет, за 10 тысяч ничего не нужно. Не, ну, за десятку, типа, а что, нет какие-то дороги? Ну, смотри, XS будет 32, 33, 35, XS будет 38, 40, ну, как бы бюджет не особо. А у тебя какие-то бюджеты, не бюджеты? У меня есть XR и есть XS. Есть живой XS 38 тысяч, у него гарантия еще 9 месяцев. Угу. И сколько? Ну, это тупо будет. Может, просто десятку ему тогда отдашь, или как? Хотя, с другой стороны, сейчас. Деньгами отдай, да, купит себе сам телефон. С другой стороны, он не берет, я ему десятку предлагал. Так шестерка стоит пятак, шестерка. Он переживает, ну, говорит, дома не сразу все провисит. Потому что он пришел сразу к этому телефону, то, что я ему скажу, там, когда я куплю другой. Ну, да. XS. Ну, пусть порадует, если что. Ну, смотри сам, что, куда телефон-то взял. А на сколько он? На 64. 64. Ты как-то, как принял решение, ну, вот. Ну, контент с другой стороны. Ну, с другой стороны, да. Ну, что, разбил? Сейчас просто, я просто неинтересно, сейчас он... Может, он хоть поймет, типа, что... Зато сейчас траты, да? Угу. С другой стороны, у тебя материал. А ты, другой стороны, телефон разбил просто, тоже, да. Более красивый, посчитай. Тут прям нормальная труба. Ты говоришь, он еще на гарантии 9 месяцев, да? Да, на гарантии у него 96% возноса КБ. Даже у меня 88. У меня вообще 80. Да. что берем но к 90 38 ты же не оставишь да хрен с мисс чеком нет я все равно сделал а так ведь пофиг да на чек он гарантия официальная у него гарантия 40 гарантии по серийнику грубо говоря официалом идешь они сделают ну и тем более то на пичек да так ты и этот ему не разбей ну можно вставить в коробку засуни подумал что короче восьмерка а потом и даже восьмерка лучше нет он ему дашь там типова восьмерка открывает а там эксцесс а давай просто он открывает восьмерку а там пуст ну да на другой сторонку одеваться я думаю телефон не надо было просто разбивать это было лишнее все равно лишнее собственность уже не стоит трогать разбил идут соизмеримые то есть все неудобства которые в него возникли читай там данные вот это все переносить геморгий с родителями обсуждать это все а тут как бы телефон короче и это все нивелируется и надо давая на сайт ну и плюс возраст то есть тоже нужно учитывать да он может засветиться хотел вот но принципе и хотел вроде чем-то говорит телефон я забираю дать ли тебя за меня да смотри шестерки взяли тебе восьмерку то вообще-то на этой курсе выше до восьмерка вот мечтали чесненько у меня на ебать и где же день смотри может уже проверить проверить под стул может быть на правее не под подушкой а вот 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 чувак перепутали а просто стой коробку не врезал xs еще круче да мы сейчас так с тобой дал он до ламба дойдем это реально реально xs то есть это еще на стук уровне выше да смотри у вас на есть еще раздевая да вообще пофиг спасибо огромное не знаю как все скидавшись у себя подпишешься на подпишусь если кто просто скажешь хейтеры я их там уже заберу все ну типа заплатил охранник ну все будет мороз и заберет ну все короче то есть на инфу похер да и то есть не будем заморачиваться просто выкинь его разломая ну все короче забирай коробку это не твоя коробка вот это твоя коробка давай складывай симку сейчас воткнешь и симку и на уже до мы делаем очень грубо сейчас и в инстарант что это еще работе я узнаешь как херачил но он не может аккумулятор его взорваться из-за того же да я смотрю если у него аккумулятор повредиться внутри вообще не будет допустим от экрана защитные и грубо говоря ну он же летионный то есть облик если вечером наружу он вступит в контакте дети то есть он не просто просим их стоять на гарантии у него гарантии новый по сути симка я вогнешь и все в принципе готовый рабочий хороший телефон с хорошей камеры сможет теперь других вот так вот снимать и обсирать их уже на хорошую камеру но это буду не я все упаковывай его и давайте давай дом традиции ничего не скажете но тут планшет каша что взял гранина мороз обрадусь типа ведущих покажите и чё покажешь это нужно перемотаю где-то без мата как-то натигрызать сраженный вон промотает тот момент который составил меня засирал она или давай все короче удачи тебе все давай пока и жду подписку на канал и тебя камера красиво получил перед укуси оптичного как ровно в однородном месте ну как бы не надо чужую технику ломать ну да это логично он работает а он реально может взорваться сейчас в руках вот нет разные виды нет но теоретически может он смотрит таксо согнулся переливается не смотрит потекла не но я не знаю что он работает у него платка любому деформирую нет у нас не хочется запчасти его в смысле у меня целая коробка таких кучки я тебе принесу тоже мне XS купишь на коробку чё ребят на этом видос наш подошел к концу я обзавел себе вот таким вот телефоном я не знаю как его можно куда-то задействовать короче немного мне жалко деньги но зато чувак обрадовался надеюсь что он все так вести не будет и напишись в этих комментариях если бы я не купил ему новый айфон вы бы стали бы хейтить меня то что я разбил его имущество после того как он себя там вел мне вот реально интересно если бы я не купил то есть какая бы у вас была реакция сейчас понятно то что вы все будете удивляться радоваться там за него и так далее но какая была бы реакция если бы не было бы этой покупки и этого подарка напишись пожалуйста в комментариях и набираем 40 тысяч лайков и выйдет следующий выпуск в котором мы все таки уже доедем до Макса и проведаем его на этом все до новых встреч пока Субтитры делал DimaTorzok